Финальные цифры, вашему вниманию, 52-21. Статистика по броскам в створворот. И вспомним заброшенные шайбы, тем более, что их очень-очень много. Первый гол на отметке 7.30 в стартовом отрезке забивает Арсений Пошедаев. Забивает со второго броска. Гаврилов и Пономарев помогли ему, бросает он сам. И затем добавляет шайбу прямиком над левым плечом вратаря. И вот такая яркая реакция. Долгое время именно его гол был победным. Но в итоге победной стала шайба Федора Крапова на 12-й минуте. Да еще какая шайба в большинстве с острого угла. Очень красиво Яриков сделал эту передачу. Затем на 18-й минуте еще одно большинство забивает Максим Ковалишин. Красничук и Королев. Защитники там были шайбы на синей линии. Бросает в итоге Красничук. И впоследствии добавляет шайбу со второй попытки Максим Ковалишин. С неудобной, но это ему не мешает никоим образом. 3-0 к концу первого периода. А во втором, прям с самого начала, принялись забивать еще подопечный Александр Баркова. Иван Гаврилов с передачи Ковалишина и Красничука до этого имел тоже хороший шанс. Забил в итоге броском низом из правого края. Бросал слева, не попал. А вот здесь все получилось. Это вновь гол в большинстве. Так что у Спартака к тому моменту было 3 из 3 в большинстве в этой игре. Спустя 2 минуты забивает Иван Рябов. И это уже шайба ворота Артемия Гайдукова. Классная атака. Перевод на весовой борт. И затем Михеев отдает на Рябова шикарнейшая комбинация. Спустя 58 секунд Спартак продолжает атаковать. И это уже атака с ходу, которая завершается голом Георгия Овчинникова. И он тоже на него явно к тому моменту наработал. Яриков и Храпов получили по очку заголевые передачи. Здесь идеальное попадание в ближний угол. Затем много удалений. И мы перемещаемся в третий период, где Спартак забивает в очередной раз. И это уже дубль Георгия Овчинникова. Шайба в большинстве маршев получает шайбу от Варежкина. Набрасывает на ворота. И в итоге добавляет ее где-то, по всей видимости, в воздухе. 23 номер Спартака. И она залетела туда, куда и следовало этому парку. Антон Кузнецов. Тот человек, который дал интригу этой игре на отметке 49.00. Забивает с передачи Рафики Воросяна и Леонида Щеки. В итоге очень красиво все получилось. Первый гол в МХЛ. Большое событие для этого нападающего. Ну и Иван Выченко буквально сразу после этого понял, что надо возвращать разницу в счете. Получается сделать это быстро. И красиво Рахчеев отдает. Иван Выченко вгоняет прямиком под планочку. 8-1 пользу Спартака. Ну или 1-8 по этой игре. И Алексей Красничук. Человек, который ставит точку в этом матче. Забивает примерно за 4 с небольшим до окончания третьего игрового отрезка. Рябов отдает. У Коваличина также балл за передачу. Сегодня многие у Спартака постарались. Три очка на счету. Коваличина только же у Красничука. По 2 у Варежкина, Храпова, Рябова, Обчинникова, Гаврилова и Ярикова. Вот такой получается эта игра. Командам огромное спасибо за этот матч. Вам, друзья, благодарю за внимание. Меня зовут Антон Васектин. Всем пока.